Весна Игромания Ру представляет С вами Видеомания Дейли Новости игровой индустрии без лишней болтовни Анонсы дня На конференции GDC состоялся официальный анонс градостроительного симулятора SimCity 5 Игра действительно создается студией Maxis эксклюзивно для PC Выйдет в 2013 году и будет поддерживать мультиплеер на 16 человек Природные ресурсы в новом SimCity не бесконечны Так что игроки рано или поздно столкнутся с теми проблемами, которые испытывает наша цивилизация, их истощением Разработчики обещают сложные и реалистичные модели экономики, политики и социальных взаимоотношений Попутно заверяя, что все это не помешает насладиться игрой и новичкам Китайское подразделение Epic Games анонсировало первый проект Шутер от третьего лица Mercenary Ops Он будет выдержан в духе сериала Gears of War Нас ждут укрытия, урбанистические декорации и брутальные вояки, для которых поле боя стало родным домом Игра станет эксклюзивом для PC и выйдет этим летом Несмотря на прогнозы злопыхателей, рынок компьютерных игр не только далек от смерти, но и уверенно растет Согласно исследованию, проведенному агентством PC Gaming Alliance За 2011 год продажи игр для PC выросли на 15%, составив порядка 18,5 миллиардов долларов Больше всего постарались китайцы В Поднебесной рост составил аж 27% Значительную роль в развитии рынка, как отмечают аналитики, сыграли условно-бесплатные игры, набирающие все большую популярность Подведены итоги PSN Gamers Choice Awards Лучшим эксклюзивом для сервиса пользователи признали Infamous Festival of Blood Игрой года для PSN назвали Resident Evil 4 А в номинации Indie Project победу отпраздновала Limbo В течение недели все лауреаты премии будут продаваться с 30% скидкой Интересное за сегодня Релиза Mass Effect 3 ждали с большим нетерпением Пресса выставила игре исключительно высокие оценки Но многие поклонники остались недовольны И популярные ресурсы тут же заполнились массой негативных отзывов В результате на сайте Metacritic средняя оценка игры по версии игроков снизилась до 3 баллов Администрация сайта пообещала принять меры и удалить все неадекватные отзывы Да только, как показывает опыт, такие меры едва ли помогут снизить градус общественного недовольства Компания Electronic Arts выпустила первый ролик шутера Medal of Honor Warfighter На этот раз нам придется посетить сразу несколько горячих точек В игре будет и освобождение заложников из крепости Абу-Саяф на филиппинском острове Басилан И штурм пиратской цитадели на Сомалийском побережье И операции в других частях света, каждая из которых создана на основе реальных событий Всем привет! С вами мы Давай поводрее немножко Моя невыспавшаяся Рожа А немножко недовыспавшаяся Рожа Саша Говорит только об одном Мы играли в Мастфек, добивали Утро Антона, например, в последней части 52 часа на игры Утро, там 12 часов не считается Дурацкий счетчик на паузе считает А, у меня тоже когда-то 10 приборов идет Я как-то не выключал, но еще поставил Ну, 40, короче, часов Третье упражнение, ну, все кричат, что короткое, я не ощутил вообще Так или иначе, мы готовимся как раз сейчас к съемкам второй части марафона И хочу сказать, что произошла долгожданная игра Наконец-таки, вот лично меня адски вштырила До сих пор штырит его, до сих пор штырит 6.30 закончил, ну, кстати, со смешанными чувствами, я думаю У всех, опять же, будет разделяться мнение и прочее Мне, конечно, хочется вам все подробно рассказать Но оставим это для третьей части марафона Игра искренне прет, держит Вот так вот Причем, вот как мы в первой части говорили, так сдержанные у нас восторги были А после вот второй части Да, там такой вот разгон идет Ну, обо всем этом мы поговорим Во второй части нашего марафона Поэтому смотрите совсем скоро Скорее всего, будет где-то в пятницу, в середине дня вечера Каждый день Видеомания Дейли дарит своим зрителям возможность Совершенно бесплатно получить одни из лучших игр на планете И всевозможные дополнения к ним На этой неделе, совместно с Crytek и Mail.ru Мы раздаем ключи на закрытое бета-тестирование крепко сложенного онлайн-шутера Warface Но, как и раньше, два символа в пин-коде неизвестны А чтобы узнать их, воспользуйтесь подсказкой Популярная карточная игра Два символа Новости одной строкой Мировой релиз файтинга Dead or Alive 5 состоится в сентябре 27 марта Warren Spector представит свой новый эпический проект Студия Plastic Studios, известная по техно-демке Linger in Shadows Работает над экспериментальной адвенчурой Datura для контроллера PS Move На сегодня всё. Играйте только в хорошее Субтитры подогнал «Симон» Игромания.ру Игровое телевидение на каждый день Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова